Даже самому предельчивому гостю в Ростову нравится озеро, когда он выйдет на лодке на водный простор. И через заросли травы проберется к острову, а оттуда увидит Кремль, он никогда не потеряет радости жизни от его красоты. Фразу, услышанную в старом центре Ростова, без единой подсказки, переводит Елена Крестьянинова. Женщина более 20 лет занимается народным фольклором Ростова-Великого. Для нее слова «йорить», «полохало» и «дригаться» такие же привычные, как «грязнуля» и «болтаться без дела». Картошка-то нынче вышла вся дурочка, поскольку весна-то кулемесила-кулемесила, картошка-то и заклекла. Вот она и вышла вся дурочка. Кому-то непонятно, я пойму сразу, что весна была недружная, картошка никак долго не выходила, и поэтому она получилась неудачно, не урожайная. На ростовском языке Елена Крестьянинова может разговаривать без запинки. Все слова, а их в арсенале женщины более 40, она всю жизнь собирает в единый словарь – ростовские словечки. Заметка в газете выпущена 14 лет назад, а вот фольклор теперь используется еще в одном направлении. Елена Крестьянинова выпускает сказки на ростовский лад, главные герои в которых – реальные купцы 17 века. Там много очень вот этой фольклорной лексики, употребленного в этих сказках, для того, чтобы показать, что это да, это наши сказки ростовские, а не какие-то из Ростова на данном. Очень мне нравится фрустрация, необыкновенная, весь Ростов таким показан, каким не увидит Господь Бог. Символ Ростова – олень, утка и даже грач – все эти персонажи плотно переплетаются с иронией человеческих судеб. Главная задача – рассказать и взрослым их детям, что добро всегда должно побеждать зло. Я их никогда не придумываю. Вдруг начинает в голове что-то стучаться, и я начинаю слушать, что же там такое стучится, и начинаю записывать. Помимо сказок и фольклора, основная работа Елены Крестьянинова – история. Елена Ильинична – сотрудник Ростовского музея купечества. В печать уже вышли книги, посвященные почетным жителям Ростова и самым знаковым местам. Светлана Доброхотова, Сергей Чекмарев. День событий.